привет смотрите я ведь знаю что вы благополитностью занимаетесь то есть вот звезда у меня мама из детского дома поэтому у нас и родственники у меня не богатые родственники они в деревне живут поселке но все как-то привыкли все помогают и это для нас для нашей семьи не является каким-то таким типа подвигом это нормальное явление и принципе многие боятся заниматься благотворительностью под почему потому что думают наверное это очень тяжело сложно и на это надо иметь огромные деньги на самом деле что нужно детям вопрос детям первую очередь нужно внимание также как и дома в семье правильно поэтому здесь не обязательно ваши доходы здесь важно подход например многих привлёк к этому на первые подруги которые там есть и же обеспечены если не очень обеспечены это все нормально да просто об этом они не в курсе были я их собираю в один день мы едем закупаем там йогурт и всякие сладости все чтобы хорошего качества потому что все что для своих детей в семью покупаем то и им и приезжаем накрываем стол сладкий там и фрукты и соки и все что вот самое самое нереальное вот и ставим праздник дети конечно благодарность устраивает праздник нам ну что они там поют танцуют как могут но в следующий раз мы говорим там например ты выучи стихотворение подготовьте там песенку и так происходит развитие они очень переживают готовятся и у них еще на одну ступеньку там говорить лучше стали девочка например плохо говорила вообще было не говорящие она реально заговорила там за полгода хотя была до этого в другом детском доме ну заговорила буквально за полгода развивалась на нее очень хорошо надавили нашлет ребят и доплай дыбай там получается хорошо и она даже запела ну понятно как она запела ну кто кто лук пилQL лучше меня но запела вот и внимание внимание и вот это еще раз внимание а вы знаете что высокий пилотаж это не сколько потраченных денег а высокий пилотаж когда после твоего визита устанавливают у вас есть да в этом смысле какая-то статистика что ну как раз статистика не некрасиво как-то сказано но смысл понял я да да есть есть такое дело но у нас очень сложно с телевидением в плане дети не очень любят когда прижать телевидение пресса приезжает они замкнуты сразу не хотят разговаривать поэтому очень сложно а все-таки говорят что там еще со стороны я слышал зачем травмировать детей об этом говорить это не пиарятся об этом не говорить надо об этом надо кричать и кто-то может быть услышит это я вам так на минуточку на будущее что такое говорить просто кричать на весь мир потому что я так делаю и действительно после какого-то интервью там которое такое вяло текущая неинтересная было и вдруг я заговорил про об этом да очень важным кстати и правда люди которые вообще не задумывались никогда об этом вдруг задумались потом меня нашли гад слушайте мы решили так мы подумали может быть мы усыновим вот мы готовились к этому наверное в этом посоветуйте что нам как пойти какой шаг сделать я начинаю там вот вы знаете надо поехать не бойтесь надо приехать посмотреть самим вот мы видели на фотографиях там вот такая девочка в углу стоит вот поезжайте посмотрите ну так много много вопросов много ответов я стараюсь на все ответить и смотрю уже взяли там вместо девочкам девочки мальчика недавно взяли двух мальчиков потому что им понравился мальчик 8 лет а оказалось у него еще брат 16 лет а разлучать нельзя и они так обрадовались потому что они уже в возрасте ну да и 8 лет все таки поднимать а тут еще брат постарше и они так с удовольствием и дети довольны и они вместе все то есть такая большая радость не политкорректно но без злого умысла иронично но без сарказма пристрастно но по-честному правда 24 и евгений додолев с понедельника по четверг в 19 30 на телеканале москва 24 4